Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем покрасили мы с вами машину, убрали все лишнее. Сейчас проведем так называемый сольвент-тест. Первоначально при работе со свежекупленной деталью, которая загрунтована. Это относится к нашему отечественному автопрому иностранной. Пожалуй этого не стоит делать, там и так все хорошо. Берем белоснежную чистую тряпочку, сворачиваем ее и пропитываем ее растворителем. Вот прям поливаем, да, вот так вот. О, с нее аж капает. И ложим ее на капот. Ложим ее на капот и накрываем какой-нибудь целлофанкой. И так же, чтобы не испарялся наш растворитель, накрытую целлофанку придавим какой-нибудь железючкой. Все, теперь там растворитель воздействует непосредственно на покрытие, да, на нашу транспортировочный грунт, как его называют. Смысл всей этой затеи какой-то. Если грунт плохой, он начнет размягчаться под действием растворителя, да, то есть он становится мягким. Соответственно, что? Если мы сейчас прям сразу начнем красить на этот черный транспортировочный грунт, в нашем грунте, в краске, во всем тоже есть растворитель. Он воздействует до этого поверхности, и поверхность может разбухнуть, раскиснуть, и будет очень плохая покраска. Ну, логически. Поэтому мы помочили тряпочку и пытаемся растворить поверхность. Много не надо, 5-10 минут полежит, снимаем, и посмотрим, как ведет себя транспортировочный грунт под воздействием растворителя. Пока есть реклама и пауза, колбаску можно закусить конфеткой. Всем приятного аппетита! Итак, прошло немножко времени, ну, чтобы не было скучно, я тут съел пару конфеток. А теперь давайте посмотрим на результаты нашего эксперимента. Так, смотрим. Давайте вот так. О, хорошо видно пятно от нашей тряпочки, да? Вот он. Ну и посмотрим, что у нас произошло. И как мы видим, а как мы видим, растворитель, грунт остается на тряпочке в данной ситуации, да? Вывод. То есть растворитель размягчает этот грунт, и этот грунт нам придется снимать. Тем более, если его подвергте его механическому воздействию, да? Такие дела. Данная партия капотов, или конкретно этот, был покрышен грунтом, который не очень себе показывает, да? Он растворяется, он подымается, то есть будем красить, он набухнет, разбухнет, и будет неприятность. Придется его полностью снимать. Ну что ж, поехали! КОНЕЦ Есть, конечно, альтернативный способ вот таким кружкам, этим машинкам, для снятия, для снятия вот этого покрытия. Это использовать вот такие кружочки. На ней есть вот такие синие, вроде как настоящие, подороже. Вот этот порядка 1000 рублей, да, допустим, стоит. Можно подешевле, вот такие черные. Это порядка 500-600 рублей стоит. Ну, то есть разница в два раза, да? Кружок одинаковый, разница в два раза. Ну, это вот у нас, это фирменный Макитовский, это фирменный ФИТовский. ФИТ это страшно бюджетно, дешево. Ну, как дешево? Такой кружок порядка 600 рублей, да? Это 1000-1200 рублей. Ну, Макита там, Трем и все. Они подороже, вот именно такие, сиреневые. Хоть и в респираторе, а пыль все равно летает. Сейчас в воздухе надо дышаться можно. Ребят, респиратор обязательно сдохнет. Вот эта пылища по воздуху сейчас летает. То есть можно вот такими потереть. Давайте разницу посмотрим. Ну, у меня такой респиратор. Есть попроще, хотя бы просто какая-то повязка, чтобы от пыли этой спасись. Вот, то есть вот таким образом. Давайте попробуем вот такой сиреневый. Красота, по-моему, да. В общем, ребят, первый вывод. Вот такой синий трет лучше, чем вот такой серый. Вот вы просто этот уже зализанный, вот если поймаю в момент. Он аж с блеском, да, тут появляется уже. Блестит. Этот еще чистенький. Ну, попробуем. У нас же еще капот-то большой. Сейчас весь будем тереть. Вот так вот, вот так вот. Ну а так как поверхность после таких кружков получается как бы полированная, обязательно берем наждачку и набиваем риску на поверхности. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Мы чистили, чистили и вот у нас вот такая красота получилась. Вот такая красота получилась. И сейчас попробую вам показать. Вот вроде макросъемка у нас получается. Вот так хорошо видно. Поверхность металла видите какая получается. Вся в таких как бы микро царапинах. Вся в микро царапинах и соответственно что за вот эти вот все микро царапины наша краска, грунтовка и все остальное будет прекрасно держаться. На заводе листовой прокат не зашкуривают. Там есть так называемая операция называется фосфатация. Ну может быть видели в кинокадрах, в хроника или еще куда, когда машину опускают целиком в ванну, она такая выплывает из этой ванны вся белая, белая такая. Это процесс фосфатации. То есть химически то наносится пористая структура, которая является грунтом или первичным грунтом уже для грунтовки для самой. В гаражных условиях фосфатацию я сделать не могу, но мы можем с вами нанести вот такую вот рисочку. Восьмидесятым, сотым, сто двадцатым абразивом, за который потом прекрасно зацепится наша эпоксидная грунтовка, акриловая. Ну не важно какая грунтовка, за эту риску. То есть вот это вот нанесение риски заменяет заводскую фосфатацию. Вот чем мы сейчас и займемся. Сейчас наведем эпоксидный грунт и вот этот весь капотик сразу закатаем в эпоксидочку, пока он не успел заржаветь. Вот такой слой хранить долго нельзя. Проходит два-три часа и начинается уже процесс окисления. Мы его не видим глазом, но ржавчина уже идет. Поэтому зашкурили и желательно сразу же спрятать под грунт, не важно какой. Кислотный, эпоксидный, акриловый. Ну кислотному грунту здесь реактивному делать нечего. У нас металл чистый, без ржавчины, свежий. Поэтому консервируем металл сразу эпоксидным грунтом. Вот такой вот. Дешевенький, простенький эпоксидный грунт. Консервируем железо. Ну поехали. Поехали. К pray. Сколькоглядит. Чего это нормально? Портарше. Тыора пошел. Ни hasta трех, посет Waстрель. Я пошел знаю. Вы шах Banning прямого хампу global. Итак, первый слой у нас был эпоксидного грунта, второй слой это будет акриловый грунт, порозаполняющий, это для адгезии, антикоррозийный и так далее, это порозаполняющий, выравнивающий и так далее, акриловый грунт, вот такой, поехали. Смотрите продолжение в следующей серии. Положили второй слой, немножко еще осталось, сейчас сделаем интересную штуку, возьмем базу черной, просто черный металлик, черная база, и немножечко добавим ее прямо в грунт, немножко, в чайную ложечку, и добавим еще растворителя. То есть мы сейчас сделали с вами черную грунтовку, ну серую, да, это светло-селая, это будет черно-серая, или темно-серая, это будет проявочный слой, поехали. Все, как раз нам хватило, теперь у нас верхний слой тоненький, стал темно-серый, когда высохнет, будем зашкуривать, как только черная чернота уйдет, появится серый, значит здесь гладко, ни согреть, ничего, ямок нету. То же самое мы сделали и с самой машиной. Поверху кинули немножко черной базы, проявочный слой. Ну это вместо сухого, это проявки и так далее, в баллончиках, мы сделали сразу проявочный слой, вот такой. Ну и все, ребят, здесь жутко дышать нечем, поэтому я с вами прощаюсь, до следующего ролика. Всех с новой трудовой недели. Всем вот такой огромный привет, всем пока. В следующей серии шкурим, мотуем, красим, собираем машину. В этой была подготовка к покраске. Всем пока.